В организации, ну вот мы видим, что все циклично, все развивается по спирали и сейчас в том числе и Fight Nights выступает Нариман Абасов на этом совместном турнире, причем бьет. Нофальс Рафикал. Ио Собедьяк бояц красном углу, his opponent fanning out of the red corner. His professional record 29 wins for the losses. That's 173 сантиметров, he's weighed 71 килограмms. Рожденный в Чиркенте, представляющий Баку-Анербайчан! Поприветствуйте на Ливан, Байрахтан, Абахан! Внимательно слушай мою команду. Правила знайте, правила не нарушаем. Действительно согласен правилам. Удачи, боец! Покажите хороший бой! Припугнул на старты Рафиков уже хай-киком. Заряжается в ответы и на Риман, но не попадает пока. Поздоровее выглядит фанель Рафиков. Да, довольно крупный, мышечный, действительно. Но я думаю, что нет смысла спешить ни одному, ни другому. Тем более, что стиль у них кардинально разный. Один больше полагается на ударку, другой не проще побороться будет. И любое удачное действие фанеля Рафикова здесь, конечно, публика встречает аплодисментами. Ваше, Байки, мягкий! И рефери тут же делает замечание. Просит поосторожнее выставлять пальцы вперед. А лучше вообще этого не делать. Рафик! 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 Да. Посмотрите, арена, которая забилась, кстати, до отказа, уже скандирует фанель Фанель Фанель. Попытается подстроиться пока Наримана Басов. Держится на дистанции Уходит справа-влево Сейчас обменялись Почувствовал Рафиков, что зацепил И тут же преследует Но еще раз очень хорошо с левой руки сейчас Рафиков точечный, как снайпер пробивает Уходит от атака Басова Пока борьбы мы не видели Но вот как раз сильная сторона Наримана Басова, но не сработала Первая попытка тейкдауна очень неудачная Да, вот здесь из клинч практически на ближний Пытались они друг друга пробить Особенно Аббасов снизу Сейчас Аббаркором мажет Будет очень интересно посмотреть Насколько сумеет вообще в принципе Нариман Аббасов побороть Ваниле Рафиков Рафиков очень здоров Пока о борьбе речи не идет Но всего 2 минуты прошел со старта В ударке Рафиков гораздо лучше Преследует соперника Фаниль И постоянно набрасывает удары Будь то удары руками или ногами Цепляет Ну и Нариман, по-моему, тоже Цепанул Опасный размен такой получился И посмотрите, идет бороться Фаниль Рафиков И очень удачно это делает Да, вот это может быть сюрприз для многих Что именно у Рафиков Зашел тейкдаун Тут же вскакивает Аббасов Отбегает к сетке Шавкат Рахмаров рядом Активно подсказывает Рафикову прямо сейчас Весь зал пытается помочь советам сейчас Рафикову, судя по всему Шавкат уже стоит даже Не может усидеть Ну, кстати, интересно, что Фанилью Рафикову Подсказывают на русском языке Мы сейчас слышали это довольно отчетливо Не может выбраться Пока Нариман Аббасов Может быть, не особо усердствует Но, в принципе, первый раунд Для него очень неудачно складывается Из клинча хорошо сейчас Зарубил Рафиков Слева Причем Фаниль Рафиков лучше Абсолютно во всем И в ударке, и в борьбе, и в клинче Да, не дал себя побороть Сам перевел Имел преимущество в клинче В плане физики уж точно Удерживал довольно уверенно В ударке гораздо больше попал сам Рафиков Но ведь же пока Все складывается в пользу Именно спортсмены из Казахстана И хорошо хоть попал в корпус Подхватил логу Аббасов И Да, взрывается в ответ Цепляет в бороду И вот сейчас уже Из топ-позиции может проводить сам Очень важный момент Для Наримана Аббасова Потому что до этой секунды Не получалось практически ничего Но вот здесь есть больше минуты Для того, чтобы сверху поработать Почувствовать эти позиции Пытается встать сейчас Фаниль Не отпускает Аббасов, естественно Наверняка сейчас попытается прикинуть Насколько тяжело в принципе Соперника удерживать здесь внизу Нариман Аббасов Активно работает Аббасов Каждую секунду что-то выбрасывает Чаще всего в корпус удары короткие Неамплитудные Ну и по идее Нариман способен просто спокойно Додержать до конца Пытается сейчас Рафиков Отдавая спину встать Довольно легко Кстати, изменил позицию Фаниль Рафиков Да, очень хорош Прихватил шею Сейчас отсюда может Правой колени не успел Расцепляет захват Аббасов Рафиков бежит просто за ним Чтобы забрать концовку Потому что в последние минуты Была не в его пользу Да, взрывная мощь Продемонстрировал ее Фаниль Рафиков Захотел и поднялся Просто один взрыв Один импульс И он уже на ногах И снова перевел А под удар соперника Успел все-таки Багом Субтитры сделал DimaTorzok Но очень здорово себя В первой пятиминутке Проявил Фаниль Рафиков Если так пойдет и дальше То тяжелый Тяжелый вечер будет У Наримана Абасова Который, кстати Был несомненным фаворитом Если судить по Букмейперским котировкам Наступает Фаниль Рафиков Теснеет Теснит он Наримана Абасова Практически нету Абасова пространства И вот Только за счет Таких атак Только за счет Таких взрывов Комбинаций И это пространство Удается ему отвоевать Но ненадолго Фаниль никуда не спешит Очень легко работает В охотку И вот сейчас Даже креативный локоть На сближении Попытался вставить Хорошо Хорошо пробивает Фаниль Рафиков И до этого Были довольно робкие Попытки Вот Наримана Абасова Хоть чем-то ответить Но вот здесь уже Видим, что Гораздо более активные действия От него Начал Нариман Как-то приспосабливаться Как будто Чуть расслабился Поувереннее Сближается Рафиков Отгоняет Сейчас своей подачей И вот пошел Размен Настоящий Фаниль прям предлагает Зарубиться Не переживает Совершенно пропущенных Хороший мидл Сейчас залетел Под руку Не в первый раз Пытается таким образом Цепануть соперник Рафиков Правда пару раз Его ноги ловили Он сейчас пошел бороться Абасов Удерживает шею Хорошо Провернулся Нариман Абасов Классная защита А, и когда вставал Сейчас Нариман Пропустил от Рафикова Снизу Да, видно, что Уже наелись Наелись оба Потому что Темп невероятный Попытка перевести сейчас Вот Нариман Абасов Удар в прыжке В исполнении Фаниля Рафикова Но вот рискнул И позицию потерял Это, кстати, очень важным Может оказаться момент Это прям прорубануть То ли локтем То ли, в общем Максимально жестко Рафиков пытался это сделать Но он За счет позиции, конечно Потому что Упал Отдал Но вот сейчас пытается Улизнуть отсюда Фаниль Избавиться от контроля Локоть назад Запустил Рафиков Но вот даже по контролю И в концовке первого раунда Мы это видели Когда был сверху Нариман Абасов И вот сейчас Мы видим, что Гораздо мощнее Фаниль Рафиков Ого Такой размен Один бьет локтем Другой бьет коленом Правда без амплитуды Вот удар локтем Пожалуй, посущественнее Выглядит Опытка провернулся В исполнении Фаниля Рафикова И да В итоге он выбирается И на ногах уже На ногах снова действо Прижатым оказывается К сетке Фаниль Рафиков И две минуты До конца раунда Номер два Подсказывает Шавкат Рахмонов Его очень хорошо слышно Но правда подсказывает На казахском А, нет Вот сейчас перешел на русский Хотя, может быть Я просто неправильно услышал На смеси, видимо, языков Подсказывает Шавкат Очень он болеет За фаниля Рафикова Нариман Абасов Как клещ буквально В него вцепился Шавкат так переживает Что если еще не что Он сейчас сам запрыгнет клетку Будет разбираться с Абасовым лично Скорее всего Этот бой не продлелся бы Очень долго Накидывает назад локти сейчас По Нариман Абасову Рафиков вроде бы контроль На стороне Абасова Причем контроль уверенный Но Рафиков довольно жестко Запускал эти локти сейчас В голову В лицо Да, и сейчас никто не знает Сколько сил на вот этот контроль Довольно пассивный Тратит Нариман Абасов Начал работать с коленями Сейчас Нариман Сушит бедра сопернику Опять локти короткие От Рафикова назад Мы уже бесчисленное количество раз Говорили, что фанель Рафикова Выглядит гораздо мощнее И вот как раз В этом аспекте Это очень важный момент Снова перевел Буквально на пару секунд Нариман Абасов Не отпускает Не отпускает И очень важно ему конечно Перевести и поработать сверху Какое-то время Но Рафиков сделать это не дает Посмотрите какая поддержка И самое главное Угол Фанеля Рафикова Сейчас совсем близко к нему Да, и людей в команде Рафикова все больше и больше Подтягивают все люди с трибуна Усиливают Усиливают Команду секундантов Абасов предлагает Все еще побороться Вжимает соперника в сетку Идет в одну новую сейчас Но силы Судя во всему кончаются Поэтому не получается уже Перевести Рафикова отсюда Он пытается Под конец раунда Все-таки сейчас Нариман Предпринять попытку Последнего перевести Ну наконец-то Вмешивается рефери Ну вот к слову о силах Но ведь и фамилии Рафиков Тоже Они у него не безграничные А вот что Сабасов Даже не понял Что видимо бой продолжился Он смотрел куда-то в бок Рафиков налетел Но вовремя Нариман Это заметил Раунд на этом кончается Тойки проигрывает Ему нужно бороться Ему нужно подолгу Держать соперника у сетки А учитывая Разницу в габаритах В мышечной массе Для этого нужно Вдвойне много сил Смотрим хайлайн Предыдущего раунда Раунда который Получился гораздо более близким Нежели первая пятиминутка И вот здесь Попытался соперника Затушить Валерий Рафиков Вроде бы даже захват был Неплохой Но Нариман Быстро провернулся Хорошая защита Очень много ударов Локтем Вот туда Назад Выбрасывал Фамилия Рафиков И очень много этих ударов Съел И в буквальном смысле Своим лбом Нариман Абас Третий раунд Все готово для его начала Третий раунд И все Понеслась И я еще раз напомню Что этот раунд Незаключительный Если конечно Не случится финиш И здесь У нас титульный формат Пять раундов По пять минут Да Работа и стойки Левши Очень часто Напрягал соперника Мидлкиками Дальней ногой Фамилия Рафиков Прекратил В какой-то момент Это делать Но я уверен Что если бой стойки Продлится Вот сейчас В третьем раунде Вполне возможно Этот удар мы увидим Ну еще Это связано с тем Что сейчас Абасов ловил ногу Рафикова А сейчас Скорости начали Замедляться Удары уже Не столь резко Зачастую вылетают Да Да Вот тот самый Удар ногой Дальней ногой Никто не рискует Сейчас еще начнется Битва бензобаков Кто-то начнет уже Прямо так Сильно Уставать Обмениваются они Очень часто Ударами сейчас Не очень плотными Но тем не менее Очень неприятными Добавляет Добавляет Сейчас ваниль Рафиков Почаще стал Накинывать Рафиков Да Много ударов Много и безответные они Но вот сейчас Вроде бы и Нариман Абасов Явно не нравится ему Что он только пропускал Да, но плотно попадает Рафиков редко Поэтому Пока начало раунда Такое Спокойно Двоечка тоже По воздуху от Рафикова Ну здесь нагрузил соперника своим ударом Нариман Абасов Но выдержал все это довольно спокойно Несколько шагов назад Снова Мидлкей Хорошо заходит На, и снова чуть не поймали ногу при этом Прихрамывает Абасов как будто Но может просто так передвигается Накинулся просто заперника Нариман Но не успел Цепануть Рафиков Успел Углядеть атаку И уходил назад уже Под этот удар Да, очень сложно представить Что Нариман Абасов выиграет этот поединок За счет ударки В этом аспекте у него практически ничего не получается Он не достает Он много мажет И очень много ударов съедает Вот таких Да, не самых плотных Но Это очень важно для судей Нариману нужна борьба Явно Нужен контроль Здесь на дистанции Некомфортно ему с Рафиковым И Рафиков впадает куда чаще Даже если это не удары Которые там близки к нокаутирующим Даже несмотря на то Что у этих ударов нет особого там Жесткого урона ущерба Но все равно Попадает Рафиков куда больше Кратно Припугнул киком Не стал бить Ногой Фаниль Пытался дотянуться до корпуса Но тоже Абасов уже уходил Этот раунд спокойнее Чем предыдущие Судя по картинке Но проходит он Под диктовку Рафикова Который Преследует соперника Старается не пропускать в ответ Ну и аккуратненько Отрабатывает здесь Самый прагматичный Спокойный раунд Без какой-то явной интриги В предыдущем раунде Я думаю, что Фаниль Рафиков Понял, что будет Если подпустить Наримана Абасова Максимально близко к себе И дать ему побороться Здесь тактика Совершенно другая Да, и посмотрите Не вкладывается практически В удары Фаниль Рафиков Это позволяет ему Наносить эти удары Быстро и по месту Пытался пару с контри Сейчас Абасов Но Рафиков в итоге Вышел победителем Сейчас Из очередного столкновения Практически не бьет ногами Фаниль Он сейчас тоже На скорость Начал переигрывать Как будто немножко Отдохнул Фаниль После прошлого тяжелого раунда С вязкой борьбой Сейчас К концу раунда Есть ощущение Что начал даже ускоряться Как-то Рафиков И вот за весь раунд Один или два раза Наверное Донес удары Ногами Минимизировал это И вот сейчас Как раз таки В голову прилетело Неплохо Да, причем Я и не вспомню Много хайкиков Усыпил бдительность И очень здорово Сработал колено Еще от Фаниля Рафикова Шикарно он включился Во второй половине Этого раунда Вкладывается в удар Абасов И вот сейчас попадает Справый И еще слева Пытается отыграться Нариман Вот Нарвался С ним До апперкота От Рафикова Подсказывает сейчас Рафикову Ногой дай И он выбрасывает Вот этот удар Очень хлевкий Резкий Пытается настичь его Нариман Абасов Но без борьбы Боюсь Нариману ловить В этом поединке Нечего Грозажа почти у сетки Уже соперника Абас В прошлый раз На сайт степи Ушел в бок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вполне могу это пустить Что один из первых двух раундов А именно второй Ушел Нариману Абасову Ну по третьему вопросов нет вообще никаких Я думаю что и по первому вопросов немного Довольно активно начинает Нариман Тут же напрягает Но очень уж хорошо Использует преимущество В размахе рук Фаниль Рафиков Вы посмотрите Пошел довольно издалека За тейкдауном Ох Остановил его Все-таки остановил Нариман Абасов Ну и было непросто Рафикову уйти от града ударов Абасова Но вроде бы получилось Ничего страшного там не прилетело Но как в первом раунде хотел Рафиков удивить борьбой Четвертый раунд у нас остается еще пятый впереди Помимо этого Десять минут у них чтобы уже девять Чтобы разобраться Да пропустил в корпус Нариман Абасов Уже серьезное покраснение есть На правой стороне его живота Ну вот сейчас вроде бы взял паузу Нариман Абасов Может быть решил соперника вытянуть на себя Хорошо С обманочкой взлетел Рафиков С апперкотом И снова толпа включается Конечно довольны они Тем Под чью диктовку проходит этот поединок Ну и Рафиков очень вдохновенно действует Пытается подобраться как можно ближе Нариман Абасов и раз за разом Он просто натыкается то на джеб То на дальнюю руку Фаниля Рафикова Будет ли еще борьба Вот это важный вопрос И борьба прежде всего В исполнении Нариман Абасов И снова попадает очень хорошо Вот этой дальней ногой Раз за разом щупает Фаниль Рафиков Пол раунда остается им работать Кардинально ничего относительно прошлого раунда не поменялось Рафиков чаще попадает с дистанции Абасов пару раз сейчас Бросает Но не по цели Да, Нариман старается Но этих стараний пока мало Чисто в ударке тяжеловато ему конкурировать С Рафиковым Хорошо сейчас нога Абасов не поменялось Абасов 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 Справа тут же еще и боковой Справа руки От Рафикова Вскользь, но все же неприятно Вот вроде бы Абасов попал Минута Минута до конца четвертого раунда Еще не все потеряно для Наримана Абасова Хотя и продолжают стойки Очень серьезно угрожать им и Фаниль Рафиков Но сам Абасов Не достает К сожалению, не достает И пошел вперед снова Но результат тот же Но сейчас, да, есть возможность Практически у сетки оказался Фаниль Рафиков Но не сумел его там запереть Нариман Абасов Во втором раунде это получилось Причем получилось надолго Суперменом отгоняет соперника Рафиков в прыжке Заряжаясь 10 секунд до конца уже четвертого раунда Который тоже сыграет Фаниль Рафиков Ну и пытается сейчас Напоследок посмотреть Сделает шоу Фаниль Но не догоняет соперника Фаниль Рафиков Продолжение следует... 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 Провалился сейчас Нариман Абасов. И хайкик. Там чуть коленом не зацепил соперника. Да, как будто начиная с третьего раунда у нас сценарий один и тот же. Все раунды похожи. Вот сейчас все-таки долетела рука Абасова до лица соперника. До этого был неплохой сайдкик прямо в ногу от Рафикова. Еще разочек боковым коротким Абасов. Все-таки дотягивается. У нас до этого в мейнкарте было три поединка. Все они закончились досрочно. А вот здесь ребята за всех отдуваются. Ну, довольно зрелищно. Половина одного раунда до конца этого титульного противостояния. Да, заряжается вроде бы Нариман, но, к сожалению, все это летит мимо. Либо смягчает эти удары блока. Фанель Рафиков, но большая часть этих ударов вообще не долетает до цели. Просто из-за того, что Рафиков фантастически держит дистанцию. Я уже даже не знаю, кульминация это или развязка всего вечера. Ну, зрители взбудоражены. И посмотрите, уже машет просто Нариман Абасов. Хочется ему, наверное, предложить такую хаотичную рубку, в которой шансы будут. Меньше двух минут до конца. Но пытается периодически Абасов долететь, как раз-таки предлагая размен. В этом действительно он заинтересован здесь больше, чем фанель Рафиков. Очередной кит в корпус. Преследует Абасов постоянного соперника. Поактивнее стал Нариман. Да, я думаю, кто-то из зрителей может сказать, что Нариман Абасов работает первым номером. Он забирает центр клетки. И он агрессор. Но проблема в том, что процент попадания Наримана Абасова оставляет желать много лучшего. Гораздо точнее фанель Рафиков. А вот снова не дотянулся Абасов. Но уходя Рафиков, разок попал. Вот здесь снова Нариман предлагает замес у сетки. Чуть-чуть застоялся фанель Рафиков у сетки, да. Задержался на пару секунд, но быстро ушел. В третьем-четвертом раунде Абасов так сильно не пер вперед, как танк. Здесь как будто активизировался, понимая, что упускает бой. Пытается Нариман как-то отыграться. Три секунд. Остается чуть больше. И вот все чаще сближается Нариман. Сдвоенные джебы добавляет размаш в оверхенд. Боковые. Снова здесь, на ближней. И вот коварно Рафиков навстречу проводит тейкдаун уже. Под гонку улыбается. Команда в восторге. Да, как будто красивую точку вот этим тейкдауном ставит фанель Рафиков в этом противостоянии. 10 секунд до конца. И еще разочек он стягивает Наримана Абасова в партер. И кричит уже буквально в камеру. Пока кричит, Нариман успевает ударить его в лицо. Но при этом Рафиков не сомневается в своей победе. Шавкат Рахмонов уже празднует победу, поздравляя Рафикова. Посмотрите, какие эмоции здесь от команды Фаниле. Классный бой и, конечно, настоящее откровение это выступление Фаниле Рафикова перед родной публикой. Последние эмоции уже выплескивает Дартим. Дартим, естественно, сегодня будет ликовать. Да, вопросов по победителю здесь быть не может. Не зря команда Рафикова рада. Можно оценить по-разному раунды, которые мы видели, но однозначно они будут в пользу Рафикова. Да, во втором раунде был момент, когда Нариман Абасов, который сейчас спешно избавляется от перчаток. Во втором раунде был момент, когда показалось, что Нариман Абасов понял, как нужно действовать. Но на большее его, к сожалению, не хватило. Настоящий трюм в Фаниле сегодня. И мы видим расстроенный Нариман Абасов, но все-таки с флагом. И тоже пытается пританцовывать под эту композицию. То же самое делал с секундами ранее и Фаниле. Сравнение ударов, но это сравнение по пятому раунду. Пожалуй, из последних трех-пяти минуток это было лучше для Наримана Абасова. И все равно вряд ли судьи отдадут этот раунд ему. Ну что, у тебя осталось недолго. И так, дамы и господа, перед объявлением победителя давайте еще раз поаплодируем бойцам! Итак, единогласным решением судьи победу одерживает и становится новым чемпионом объединенного пояса Найза и Файт Найз в легком весе боец из синего угла Фаниль Ногай Рафика! Субтитры сделал DimaTorzok Местная звезда, именно его так сильно поддерживали на трибунах. Турнир все-таки в Казахстане. Пояса турнира особенного сегодня первый такой турнир Файт Найз Глобал и Найза! Встречайте вашего чемпиона Казахстан Фаниль Рафика! Фаниль, это история. Это история, которая сегодня пишется в Алматы и ты становишься частью этой огромной истории. И уверен, что многие-многие поколения спортсменов и зрителей будут помнить этот день. Субтитры сделал DimaTorzok Победу посвящаю своей команде Алидару Агай, Эдуарду Агай, Уразу Агай, Вадиму Агай, Бауру Агай, Большой Рахмет, Нурбеку Агай. Я выходец из этой лиги. Большое спасибо старшему брату Султану. Приехал с города Павлодар, поддержали меня. Вообще, дорогие павлодарцы, всем Большой Рахмет. Мы шли к этому долго, три месяца. Три месяца я пожертвовал всем своей семьей, любимой Раминка, Тамила, дочка моя. Большой привет. Они сегодня меня провожали в октагон и пообещал я, что вернусь с пояса. И получилось. Получилось. И сегодня открылись новые пути. Большое спасибо Нариману Абасу. Это мужчина с большой буквы. Принял бой. Большой Рахмет команде. Наримана. Все. Что мне сказать. Мы пахали. Победа любит подготовку. Вот и все. Это Милки большой. Спасибо большое. Спасибо команде Арт Стив. И нам главному тренеру, дядь Гене. Они готовили меня. Я 21 день проходил сбор. Все, кто меня... Все, кто меня не верил. Вот, вот. Пояс идет сегодня домой. Пояс остается в Казахстане. Казахстан, алга! Фаниль Рафиков. Новый чемпион. Фаниль. Вот ты как раз стоишь. Айден, иди сюда. Камиль. Камиль. Камиль, мы с тобой поспорили на миллион тенге. Сто процентов. Да, сто процентов. Этот парень, я вчера тебе о нем рассказывал, это Айден. Этот парень с Атрау. Помнишь, ты говорил, что эти деньги с Казахстана никуда не уедут? Я хочу, чтобы они... Вот этому парню... Я пообещал айфон, но я думаю, не айфон, а миллион тенге. Вот этому Айдену, который в Атрау с горящего дома людей спас. Запомните этого парня. Запомните этого парня. Он в свои... Сколько лет тебе? 13. Он в свои 14 лет сделал больше, чем я, чем многие из нас. Красавчик, молодец. Молодчик, молодчик. Давайте миллион тенге. Точно не уедут отсюда. Это самое лучшее предназначение для этих денег. Молодец. Так держать. Хороший пример для молодежи. Еще одно слово, да. Все, кто меня не верил, черти вы. Что я могу сказать? Сегодня будете еще писать комментарии, какой красавчик, и подпишитесь с левого аккаунта. Камил Гаджиев, вы говорили на этот... Малиф Пираев, 75, 74. Звоните, звоните, звоните этому парню с Москвы. Вы пока звоните, я одну А. Москвичу сейчас позвоним. Паба Заримовичу. Так, я надеюсь, что у нас есть. Вы пока продолжаете. Фанель, Фанель, ты когда на этот бой выходил, ты понимал разницу в гонорарах твоих? А, что, Мария? Сегодня? На связи? Мария на связи. Так, внимание, Мария. Здорово, москвичка, а дела? Большой привет тебе, Солматы. Мы одно время с тобой на одном турнире WC бились. И я, кстати, впервые меня бился. Я в главном карте бился. Да, сейчас. Мария, сначала твое мнение по бою. Тебя слушают сейчас в Казахстане, в Алматы арене. Сейчас, подожди, Мария. Сейчас я звук прибавлю, подожди. А то только нас слышат. Сейчас, секунду. О! Давай, это поинтереснее, поехали. Москвич, погнали. Давай, Мария. Всем славам в алыбку, Фаниль, поздравляю тебя. К сожалению, бой не смог посмотреть. Связь очень плохая была. Повтори, в повторе в ютубе глянешь. Он будет сегодня в топе. Я, 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 я. Вылезет. Сейчас, сейчас, Фаниль, если хочешь бой, дай сказать им. Мария, смотри. Если наши договоренности все в силе. Вот, Фаниль Рафиков, я думаю, что по весу договоримся. Шикарный бой, например, в Казахстане получился бы. Как вы считаете? С удовольствием. В Казахстане у меня очень много болельщиков. Я думаю, это очень интересный бой будет. Сейчас, мое слово. Можно сейчас? Сейчас, сейчас. Мария, в общем, поехали, да? Начинаю прокачку поединка. Все, газ, полный газ. Алмата, Казахстан. Отлично. Давай, Фаниль. У тебя есть свой босс, у меня есть свой босс. Я выходец из этой лиги. Что мой босс скажет? Какую мы цифру назовем? Поднимешь? Хату можешь в Москве продашь. И погнали. Вот здесь, на Алмате-арене. Это мой дом. Я живу через дорогу. Погнали. Давайте. Фаниль, я тебе говорил про гонорар. Ты чувствовал разницу в своем гонораре по сравнению с Нариманом? Я не смотрел на гонорар, я отдал 10%. Я шел за победой, я шел за наследием. Вот мое наследие, второй пояс. Как вы, ага, и скажете, так мы и сделаем. Короче, я скажу так. Вот сегодня Камиль Гаджиев здесь стоит, я стою. Две организации. Файт Найтс Найза. Но там сидит девушка, которая не захотела выходить сюда. Это традиционная девушка, которая очаровывает всех фанатов ММА и бойцов. Дарья, она, я ее приглашаю, она не идет. Но от компании ММ Групп Мульдур Сюньшали. Боровом. В новом ЖК, в лесу тебе однокомнатная квартира. Это та девушка, которая там сидит. Вон она. Покажите ее крупный план. Моля. Вот он. Мольдур. Спасибо большое. Я знал, что вы летите сюда поддержать. Меня, я, Либи. Коб Рахмет вам. Я это ценю. Ну, очень приятно. Большое спасибо команде Найзы. Свет только не выключайте. Всем участникам, всем участникам этого турнира, Камилу Гаджиеву, Нурбеку Агай, всем организаторам. Миша, тебе большое рахмет. Тебе, Лаше, большое спасибо. Спасибо, что приехали сюда, с Москвы. Будем двигаться дальше. Сегодня родилась новая звезда. Ассаламу алейкум всем. Еще раз, Алан Алейкум. Да, кстати, вот мои друзья с Москвы. Давайте сделаем совместную фотографию. Теперь, кто хочет жить по соседству с Фанилем Рафиковым, покупайте квартиры в Боровом. Давайте фото совместное. Фанилем Рафиковым 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 Продолжение следует...